В открытом чемпионате и первенстве города Сочи по боксу приняли участие порядка сотни спортсменов. На ринг сегодня вышли сильнейшие представители этого вида единоборств. В турнире принимают участие не только представители сильного пола, много и девушек. Впрочем, в Сочи этим уже не удивишь. В третьей спортшколе по боксу сильный женский состав. В их числе три члена сборной России, победители чемпионатов Южного федерального округа и первенства страны. Евгения Дмитриева пришла в бокс полтора года назад. В то время, рассказывает спортсменка, тренироваться приходилось исключительно с мальчиками. До этого я футболом и волейболом занималась, и это для меня новое было. Я пришла, и там была одна девочка только. Это я была. И знаете, я пришла, и у меня тренер, получается, говорил, если девочка, ты можешь этого не делать, отжиматься ты можешь не отжиматься. Но я отжималась, и через два-три месяца я уже выступала. Такое упорство дало свои результаты. Евгений – серебряный призер первенства Краснодарского края. Сегодня в свой актив внесла очередную медаль за второе место – медаль открытого чемпионата Сочи. Мальчики и юноши тоже не отстают и показывают отличные результаты. Они сегодня считаются лучшими в крае. Если в целом говорить о боксе в Краснодарском крае, то город Сочи занимает самые лидирующие позиции. И эта планка у нас стоит сегодня уже около 10 лет. Никто не может победить город Сочи в общем командном зачете. Мы выигрываем спартакиады. Мы всегда в медалях находимся в спартакиадах Кубани. Мы всегда находимся в лидирующих позициях по итогам чемпионата в первенстве Краснодарского края. Кстати, сегодня количество участников турнира далеко не рекордное. Дело в том, что основные силы сочинского бокса сегодня находятся на выезде, на учебно-тренировочных сборах краевой команды, готовятся к чемпионату страны. Ну а финальные бои открытого чемпионата Сочи пройдут в субботу. Лучшие боксеры помимо медалей получат полную спортивную экипировку и инвентарь – отличный и нужный подарок для каждого боксера.